Виктория Кринвальд, немка по национальности, 15 лет, живёт в Кыргызстане. Педагог по профессии вносит значительный вклад в развитие кыргызского языка. Она преподает наш государственный язык по новой методике, которую разработала сама. Желающих изучать кыргызский с каждым днём становится больше, говорит Виктория Кринвальд. Я начала разрабатывать, анализировать сама. Я начала сама какой-то вклад носить, а потом уже постепенно начала бесплатные группы открывать. Я начала по телеграмм группы открывать. И так у меня сейчас уже хорошие обороты учеников. Я полгода только усердно работаю над этим, но за полгода мои студенты прекрасно говорят на кыргызском языке, учитывая то, что всего лишь полгода они занимаются и всего лишь два раза в неделю. То есть они занимались и они прекрасно на бытовом уровне могут объясниться. В Кыргызстане проживают представители 82 национальностей. Всего в стране имеется 26 диаспор народов. Все они вносят свою лепту в экономическое развитие и взаимодействие государства на новом уровне. В нашей диаспоре у нас есть и медики, и спортсмены, и в совхозах работают, замдиректор совхоза есть, например, есть предприниматели, много. Я за границей часто бываю, потому что всю жизнь в спорте, и там тоже за нашу страну. Со стороны государства огромное уделяется внимание для развития нашего общества. Так что мы в единой семье, мы должны работать, мы должны развивать страну. На сегодня в многонациональном Кыргызстане активно ведутся работы по укреплению народного единства, межэтнического согласия и дружбы. Для этого в прошлом году была внедрена единая общенациональная идентичность к Кыргызстане. Ее концепция была утверждена указом президента Садыра Джапарова в 2020 году. Конкретно работаем мы должны, чтобы концепции, которые выработаны, отработаны у нас с 2026 года, до 40-го года, должны понять и везде должны преподносить, как она есть. Мы должны психологу людей менять, сознание, другое понятие ввести, обновление должны сделать, что мы действительно являемся достойным гражданином этой республики Кыргыз-Джарана. И Кыргыз-Джараном каждый может быть, даже если он является не гражданином Кыргыз-Джарана, родители, если их родились здесь, или имеет коренной национальность Кыргыз, он имеет право быть Кыргызским гражданином. И Кыргыз-Джарана может он получить. Концепция Кыргыз-Джараны направлена на укрепление единства народа Кыргызстана и сохранение ценности его многообразия. В рамках её реализации будут развиты культура, история и наука. В нём предусмотрено также развитие и продвижение государственного языка, а также сохранение и развитие многоязычия. Помимо этого будут созданы равные условия в доступе к управлению и процессом принятия решений. Сегодня тема межэтнических отношений и реализации концепции Кыргыз-Джараны широко обсуждалась на форуме под лозунгом «Единый народ – сильная страна». В нём приняли участие представители диаспор и государственных органов. Сегодня на форум собрались представители всех диаспор страны, которые внесли свою лепту в развитие нашего государства. Были организованы сессионные дискуссии и выставки, где участники обсуждали различные темы. Сейчас очень важно формировать у наших граждан осознание понимания своей гражданской идентичности. В этом направлении мы три года проводили обучение в рамках концепции Кыргыз-Джараны. Разнообразие и сплочённость народа страны является нашим главным богатством и достоянием. По этой причине Садыр Джапара, вступая в должность президента, поставил перед госорганами первоочередную задачу укреплять народное единство. Обращение Садыра Джапарова к участникам форума зачитал государственный секретарь. «Повторяю эту задачу и сегодня. Если кто-либо из государственных служащих, либо кто-то другой, вне зависимости от своего ранга и должности, посягнуть на единство нашего народа, нарушить дружбу между разными этносами, будет отвечать перед нашим государством по всей строгости закона. Я не позволю никому нанести ущерб единству народа Кыргызстана. Вы все свидетели того, как строго и незамедлительно сегодня реагируют правоохранительные органы на любые высказывания, посягающие на народное единство и целостность нашего государства». Как говорится в обращении главы государства, укрепление общегражданского и государственного единства актуально в современном мире. Это означает, что независимо от нашей этнической принадлежности, мы все граждане Кыргызстана в равной степени ответственны за совместное созидание и за гармоничное развитие экономики страны.